О том, что противодействуя террористам, непозволительно делить их на плохих и хороших, завел глава нашего МИДа Сергей Лавров, который сегодня в Белграде участвует в министерском заседании ОБСЕ. Урегулирование в Сирии, по его словам, невозможно без международного согласования единого списка террористических организаций. Говоря об атаке турецкого истребителя на российский Су-24, выполнявший удары по боевикам, министр подчеркнул, преступно заигрывать с экстремистами в расчете использовать их в своих целях. И тем более, не может быть никакого оправдания попыткам военной защиты террористов, которой фактически прибегла Анкара, пытаясь обезопасить нефтяные поставки с территории боевиков. О том, что нефть, захваченных игиловцами месторождений в Сирии и Ираке, течет за границу, в частности в Турцию, мы неоднократно говорили публично. И факты, которые подтверждают эти обстоятельства, будут предъявлены формально, в том числе и в Организации Соединенных Наций и всем заинтересованы страны. Собственно говоря, на саммите 20-ки в Анталии президент Путин уже показывал своим собеседникам фотографии, сделанные из космоса и нашей авиации, Воздушно-космических сил России, которые зафиксировали безостановочное движение бензовозов, цистерн с нефтью с территории Сирии в направлении турецкой границы. Напомню детальные свидетельства того, что нефть с территории исламистов напрямую везут в Турцию, накануне представили в Минобороны. На специальном брифинге показали снимки со спутников и беспилотников, на которых вся цепочка контрабанды. От скважин к турецкой границе тянутся нескончаемые вереницы цистерн. На пропускных пунктах сотни машин. Объемы нелегальных поставок по примерным подсчетам составляют 200 тысяч баррелей в сутки, что сопоставимо с добычей небольшой страны из блока ОПЕК. В такой ситуации от турецкой стороны можно было ожидать хоть каких-то оправданий, но вместо этого из Анкары звучат совсем уже нелепые обвинения. Президент Эрдоган завел, будто бы у него есть доказательства того, что это Москва вовлечена в торговлю черным золотом на подконтрольных исламистом территориях. Якобы скоро эти факты предъявят всему миру. Пока, впрочем, единственная подробность от турецкого лидера – имя некоего сирийского бизнесмена, опять же, якобы связанного с Россией. Куда именно нефть в этой, так сказать, альтернативной реальности попадает в сирийской территории, Эрдоган не уточнил. И вот новость последних минут. В Белграде на полях заседания ОБСЕ только что завершилась встреча Сергея Лаврова с его турецким коллегой Мевлютом Чавушаглу. Она продлилась около 40 минут. Подробностей пока нет. Напомню о проведении такой встречи Анкара после инцидента с самолетом просила не раз. Накануне Сергей Лавров заявил, что хотя отношения между странами уже не будут прежними, от контактов Россия не уклоняется.